Буквально с первых дней спасательной эмиссии Казахстана в Турции в эпицентре разрушительных землетрясений находилась корреспондент телеканала Жебек Жоле Кунсая Курмет. Это были непростые, нелегкие дни. Кунсая стала очевидцем мольбы о помощи, слез счастья и невероятного отчаяния. О том, как прошли эти 10 дней в стране, где природное бедствие унесло жизни десятков тысяч человек. Поговорим с Кунсайой прямо сейчас. Она у нас в студии. Кунсая, приветствую. От имени обеих редакций нового времени Жебек Жоле ты готовила материалы на двух языках. С возвращением хочется тебе сказать. Мы очень рады видеть тебя в здравстве. Действительно, это были непростые, нелегкие дни. Мы очень переживали за тебя. Скажи подробнее, как проходила спасательная операция Казахстана в Турции, что запомнилось больше всего? Ну, наши спасатели, это 100 человек. Разделились на две бригады. Одна из них работала в городе Газиантеп. Вторая бригада работала в городе Нурдагы. В Газиантепе у наших спасателей примерно 60 человек было три объекта. Это три многоэтажных дома. Самые сложные объекты в городе. В Нурдагы тоже около пяти или шести этажей был многоэтажный дом. Тоже очень сложный. 35 человек примерно работали. Работа, она просто не прекращалась. Работали сутками в две смены. Удивляло меня, наверное, то, что наши спасатели зачастую после окончания своей смены даже не уходили отдыхать. Потому что понимали, что минуты на счету. То есть каждая секунда, она дорога. А чувствовалось ли плечо поддержки от, например, коллег-спасателей, медиков из Турции? Было ли понимание, единение, вот общие спасатели? Безусловно. Безусловно. Работали все в купе, можно сказать. Такой был симбиоз. Врачи помогали, волонтеры, турецкие, сами местные жители приходили, говорили, что вам необходимо. Мы создадим все условия, лишь бы вы работали. И вот видя такую поддержку, наши спасатели выкладывались на все 100%. И даже больше, наверное. Ты находилась там все эти дни. Мы смотрели твои материалы о тех волонтерах, переводчиках, которые также помогали спасателям. Ты тоже сама участвовала, да, и переводила какие-то вещи. Скажи, кто еще помогал, откуда приезжали люди, из каких стран? Там были волонтеры, вот о них хочется говорить много, потому что это обычные наши граждане. В основном вот граждане постсоветских стран, которые работают, учатся студенты. Казахстанские студенты приезжали с Измира, с Истамбула за свой счет. Работали бесплатно, также сутками рядом со спасателями. То есть была необходимость в переводчиках, чтобы спасатели Турции и Казахстана как-то контактировали. И вот эти волонтеры проводили на завалах практически все свое время. И это просто супергерои какие-то. Думаешь, что простые люди, но герои среди нас. А что вызвало в себе самый большой эмоциональный отклик? История каждой семьи, она очень трогательна, эмоциональна. В эмоциональном плане всем было очень сложно. Но те, которые остались живых, особенно дети, когда они рассказывали, что кто-то приходил, их кормил. Не поверите, но это чудо. И даже вот эта женщина-медсестра, про которую я делала материал, Шейма Алакуш, в день землетрясения, 6 февраля, она была в ночной смене. И там прям по видеокамерам можно видеть, как все сбегают с больницы, а она бежит в свое отделение, чтобы спасти детей. Это просто история невероятная. Я, когда с ней разговаривала, спросила, говорю, а почему вы не подумали о себе? Она не замужем, у нее нет детей, но у нее есть сестры. И она говорит, если бы мои сестры оказались в такой ситуации, я бы хотела, чтобы их спасли. И вот мы с ней в обнимку плакали, потому что вот на таких людях, настоящих героях, держится, наверное, весь мир. И таких человеческих историй, наверное, очень много. Да, и таких историй очень много. Когда приходили и рассказывали, как наши спасатели, не жалея себя и не думая о себе, лезли в такие опасные точки и действительно вытаскивали людей, извлекали их из самых сложных мест, в это поверить очень сложно. Когда ты это видишь глазами, вот ты думаешь, вот так происходит жизнь, так происходит чудо, и начинаешь верить, наверное, в человечество.